Требуют три точки. Они могут быть где угодно. Я не собирался делать конкретно треугольник, но этого тяжело избежать. Это может быть любой треугольник. Давайте назовем точки А, Б и С. И я поставлю начальную точку совершенно рандомно на бумаге. И далее мы будем просто бросать эту симпатичную игральную кость, кость или кубик, неважно. Так мы будем выбирать, к какой точке нам двигаться. И какую бы точку мы не получили, мы будем приближаться к ней на полпути. Пусть точки А соответствуют 1 и 2. Если мы выбросим 1 или 2, мы продвинемся на полпути к А. Б будет соответствовать 3 и 4, а С 5 и 6. Итак, я выбросил 2, то есть нам надо пройти полпути к точке А. Для скорости сделаем это на глаз. Если провести линию, то она окажется примерно здесь. Мы будем повторять итерацию и каждый раз отступать от последней поставленной точки. Но стартовая точка может быть где угодно. Мог поставить ее за пределами треугольника и все равно следовать к одной из этих точек. Я опять выбросил 2, до этого я поставил точку на полпути к вершине А. Будем отступать от нее, получим новую точку. И снова бросаем 1, и я даже не подкручивал генератор. От этой точки ставим новую на полпути к первой вершине, пока мы целим в нее. Вряд ли это продолжится, но вы уже можете делать свои ставки. 4. 4 это точка B. И я должен проследовать от предыдущей точки полпути к B. Это примерно здесь. В этот раз далеко перепрыгну. 1. Обратно к А. Мы попадаем сюда. Да, я просто продолжаю дальше. Идею вы поняли. От предыдущей точки я двигаюсь к одной из вершин. 2. Твой кубик подкручен, Брейди. 6. Отлично. Середина будет примерно здесь. 6. 1. Обратно вверх. 2. 5. Вниз, сюда. Брейди, это займет порядочно времени, может стоит ускорить видео. Все, мне скучно. Интересно то, что стали появляться определенные линии, но по сути это пока просто точки на бумаге. Возможно, произойдет что-то увлекательное, если ускорить процесс, и я не брошу от скуки на полпути. Наверное, придется заставить компьютер все это проделать. Однако с компьютером возникает проблема случайных чисел. Не получится создавать действительно случайные числа по определенному алгоритму. Но оставим этот вопрос для другого видео. Если я заставлю компьютер кидать кубик и ставить точки вместо меня, то мы быстро увидим, что произойдет. На экране то же, что было на бумаге. Три точки, и это даже некрасивый разносторонний треугольник. Начальные точки могут быть где угодно. Тут указана последняя точка. И компьютер, используя магию, будет выбирать А, Б или С, и будет ставить точку на полпути к ним, на этот раз точно. Как видите, он помечает последнюю точку. Прошел к А, несколько раз подряд, потом перепрыгнул к Б, обратно к А, затем к С. Думаю, мои дальнейшие комментарии никому не нужны. Так что давайте еще больше ускорим и увидим, как проявляется то, что начиналось на бумаге. Контуры становятся четче, и я еще немного ускорю процесс. И результат, который мы получим, мне кажется удивительным, и даже немножко пугающим. Потому что вы начинаете думать, погоди, погоди, фигура, которую я вижу, разве это не... Может быть, это мое воображение? Почему точка никогда не попадает в эти черные области? Теперь стало очевидно, что это треугольники. Я начинаю видеть фигуру, которую вы очень хорошо знаете, если когда-нибудь занимались рекреационной математикой. Она состоит из треугольников, и точки заполняются совершенно роддомно. Сколько бы раз мы не запускали программу, но эти треугольные области остаются незаполненными. Это треугольник Терпинского. Это самоподобная фигура. Фрактал. Теперь стало видно очень хорошо, весь треугольник, большой черный треугольник посередине и три копии этой самой фигуры вокруг. И в каждой копии есть черный треугольник посередине и три копии вокруг. И это и есть фрактал. Самоподобная фигура. Сколько бы вы ее не увеличивали, вы будете видеть маленькие копии этой самой фигуры. Мне как-то неуютно от такой природы реальности, где такая фигура получается рандомным броском костей на компьютере. Мне казалось, что в определенный момент все точки будут заполнены, а тут есть области, в которые точки никогда не попадают. И ты можешь подкрутить программу, как я сказал. Мы можем начать где угодно. Я мог бы начать в самой середине. И тогда точно точка будет в середине черного треугольника. Но с достаточным количеством итераций она начнет избегать этой области. Поэтому нас интересует поведение фигуры на длинные дистанции. На самом деле, правильный термин этой фигуры — это аттрактор. Возможно, некоторые из вас слышали о них из теории хаоса. Это довольно продвинутая математика, но фигура аттрактор, она просто красивая. Меня впечатляет, что из случайного процесса получается нечто настолько структурированное. У нас были три точки, но мы можем выбрать четыре, пять, можно выбрать любое целое число, иначе сложно будет высчитывать положение точки. Мы могли бы выбрать четыре начальные точки и также бросать кубик. Какой бы мы узор получили? Вместо правила, что мы проходим полпути к вершине, мы могли бы проходить треть или четверть пути. Что бы произошло тогда? Получим ли мы узор или хаос? Люди много времени затратили на выигру с правилами. Я покажу вам еще одно правило с неожиданным результатом. Я не буду вдаваться в детали, вы сможете посмотреть и в гугле, но у меня есть две фигуры, синие и красные. И они, по сути, будут совмещать два исхода одного правила. Мы начнем с точки, и с определенной вероятностью будем двигаться к одной из вершин красного треугольника. И с маленькой вероятностью будем перепрыгивать к синему треугольнику. И каждый раз будем бросать кость, чтобы выбрать направление движения. Это немного усложненный набор правил, но все происходит по-прежнему случайным образом. И если вы поищите это конкретное правило, то получите такую картинку. И запустив программу, будут появляться зеленые точки, и через некоторое время вы начнете узнавать кусочек реальности. Это папоротник. Его называют папоротником Парнсли. Он довольно точно совпадает с реальным папоротником. Это отличный пример того, что природа не нуждается в ручной отрисовке. Нужно всего лишь пару строчек, описывающих правила игры. Это может очень пригодиться для графики в видеоиграх. Вам не нужно отрисовывать каждое дерево, каждый папоротник. Гораздо проще хранить все деревья и папоротники в виде правил и использовать их по необходимости. В природе многие вещи имеют фрактальную структуру, обладают самоподобием. То есть их можно создать лишь при помощи итераций. По-настоящему хорошая графика получается из фракталов, они рисуются вручную. Если вы нарисуете модель дерева и скопируете ее несколько раз, то будет очевидно, что это одно и то же дерево. А фракталы создают естественную вариацию с некоторой долей случайности. У вас получается очень реалистично.